Здравствуйте, друзья! Мы тут приехали с дочкой в парк Зеленогорский. Это Карельский перешейк, северный берег Финского залива. Она побежала там на детскую площадку, а я сейчас порыбачу до обеда на очень интересную снасть. Нахожусь здесь, вот парковочка такая, то есть за моей спиной парк Зеленогорский. Здесь вот яхт-клуб, там залив за яхт-клубом, парковка большая такая, ремонтируют ее, правда. Но я сейчас отъеду туда, там людей поменьше. Рядом вот здесь буквально 100 метров. Там есть куда тоже поставить машину, прямо у залива самого. Здесь тоже можно на пляже так рыбачить, но сейчас погода хорошая, на пляже людей много вообще. Ну пока еще как бы, ну есть и купаются уже. А потом там порыбачу, пообедаем, сходим на качелях, каруселях. Ладно. Подойду к воде, встретимся. Так, ну вот, отъехал чуть-чуть в сторонку. Здесь вот машина вон стоит. Здесь вот такая фигня. Там дальше камни. А я пойду туда в сторону яхт-клуба. Ну и дальше туда, если там будет. Там у яхт-клуба замыл, а это он, гавань саму. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас хочу вам снасть показать. Так, называется она... Ее оригинальное название Хегене. То есть придумана она в Швейцарии для ловли форели. Ну, у нас тоже она используется под названием паровоз. То есть удильник... Ну, фидерное удилище обычное. То есть для этой снасти довольно-таки длинное должно быть. Не меньше двух с половиной метров. В принципе, можно любую удочку использовать. И катушку. То есть... Спиннинговая там, фидерная, неважно, какое удилище. Даже ультралайтом я ловил. Просто груз ставишь легче. В оригинальной оснастке применяются нимфы. Вообще, эта снасть, как бы, она дает огромное поле деятельности для эксперимента. То есть можно насадки менять. Съедобные ставить. И микроколебалки. И твистеры. И виброхвосты. И все, что хочешь. Вот у меня съедобного силикона насажено. Там двухдюймового, всякого разного. То есть смысл в чем? Что это напоминает рыбе как бы стайку малька. То есть кормящуюся. То есть привязываем к основной леске. Основная леска 0,4. Так, ставка вот эта 0,25. На которой привязаны короткие поводочки. У сантиметра, у меня подлиннее, 4,5. А так 3,4 сантиметра. Наконец, я ставлю тирольскую палочку. Олени какие-то приехали. Вот мне интересно их, блин, айлюли слушать. Выключили. Так. В принципе, тирольская палочка нормальная. Я бывает даже вот шприцом берешь иголкой, сюда трактант вводишь. И она как бы еще и прикармливает, получается. Можно любую. Можно поставить там обычный груз. Можно поставить там бомбарду. Ну, не важно. Ну, и вот. То есть первый где-то сантиметров 15 поводок. А следующий через 30 сантиметров. То есть удилище довольно-таки. Наматываю я вот, ну, от чего-то, не знаю. Кусок поролона. Можно пенопласта. И забрасываешь. Ладно, сейчас пойдем. Пробовать. Так, волнишка небольшая. Но это ничего. То есть забрасываешь и подбрасываешь эта тирольская палочка. То есть эти будут играть рыбки. Можно в отвес рыбачить с лодки. То есть вариантов моря всякого разного. То есть сейчас вот, например, джигом ловить. Можно вообще джиг-головку привязать вместо вот этого. Или привязать пилькер. Или привязать, ну, тяжелую блесну. Там, кастмастер привязать. Где зацепов нету. Но здесь, если привяжешь, то на первом же каменюке это все и останется. Поэтому тирольская палочка для данных условий оптимальна. А так вообще можно экспериментировать по-всякому. Продолжение следует... 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 Есть! Ай! Отцепилась, зараза! Отцепил, по берегу прошел, в сторонку зацепил. Сидит еще. Главное, подсечку сильную не делать, чтобы губу не порвало. Он нормально сидит. Пошел, полосатик. Пошел, полосатик. Пошел, полосатик. Пошел, полосатик. Пошел, полосатик. Пошел, полосат! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...